Сначала вниз рухнул забор, потом исчезли грядки с чесноком, еще немного и самодельная теплица полетит в пропасть. Сокрушается Любовь Соболевская. Вот здесь у меня козы ходили, здесь буквально два метра точно было. Вот здесь мы смело проходили, вот по стихии все упало. Столбы дважды переносили, столбы там были, три метра впереди. Их перенесли вот сюда, на край, где вот заборчик заканчивается, на край, и эти уже упали. Падает земля стремительно. Старожилы вспоминают, 30-40 лет назад берег выдавался почти на 100 метров. Сегодня до домов на улице Набережной не насчитать и 10. Еще в прошлом году дорога проходила между столбом и обрывом. Но ветер и вода сделали свое дело, и теперь местные жители подъезжают к своим домам только с правой стороны. И то на свой страх и риск. Машина скорая пожарная, сделать этого уже не могут. Андрей Семенов один из немногих, кто решается на подобное. По нескольку раз в день он проезжает по краю пропасти. Деваться некуда. До работы без машины просто не добраться. Когда заезжаю домой, даже приоткрываю дверь на всякий случай, чтобы, мало ли, если сыпаться, начнешь, чтобы выскочить, успеть из машины. За состоянием берега уже несколько лет следят специалисты. Их наблюдения показывают. Обрушение само по себе не остановится. Кроме этого, невольными виновниками своих бед стали и сами жители. Возделывание и орошение огородов только ускоряет процесс. Мы наблюдаем, что оно постепенно рушится. Оно не останавливается, не стабилизируется. Если в каких-то местах Азовского моря, Таганровского залива стабилизируется, рушится, рушится, раз остановилось. Здесь мы пока не видим, чтобы оно останавливалось. В сельской администрации поясняют, тревоги жителей обоснованы и понятны. Вот только полномочия местных чиновников ограничены. Все, что от них зависело, сделано. Разработан проект берегоукрепления почти двух километров суши. Но земля федеральная. А значит, разрешение и деньги на работы должны выдать на федеральном уровне. Если взять, допустим, берегоукрепление и береговые линии, это федеральные полномочия, в которых мы принимаем участие, только сочувствуем и обращаемся куда нужно. С мета строительства более 350 миллионов рублей. Для сравнения, бюджет самого поселения в 20 раз меньше. Сегодня проект уже готов, прошел экспертизу. А нету теперь денег. В мае месяце 2014 года у вас экспертиза пройдена. Ну вот уже год подходит, никаких сдвигов. Еще время пройдет, и этот проект потеряет свою силу. Когда поступят средства и поступят ли, неизвестно. Как и то, какой путь выберут чиновники. Укрепление берега, которое может так и не спасти землю от разрушения, или переселения людей. Оно должно обойтись в разы дешевле. Но покидать дома, которые годами строили своими силами, но с трудом заработанные деньги, петрушинцы не намерены. Анна Ларченко, Станислав Фоменко. Главные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова